Перед тем, как отправить свои байки на зимовку в гаражи, мотоциклисты решили вновь отправиться в путь через бревна, горки и крутые повороты. Это эндуро или гонка на выносливость по бездорожью. Спортсмены, как начинающие, так и опытные, собрались на трассе в лесу, недалеко от меховой фабрики, гордо рассказывая. Сегодня вообще у нас не гонка, это не соревнование, это открытая тренировка. Мы решили ее провести, чтобы закрыть летний сезон, поскольку сезон был достаточно напряженный, было много соревнований. И решили устроить вот такую общую тренировку, в которой люди могут приехать пообщаться, обсудить какие-то вопросы, которые возникли в течение сезона, какие-то вопросы, которые будут на следующий сезон. То есть закрыть летний сезон. Гонщики разделились на два класса, в зависимости от сложности маршрута. Например, категория «Лайт» попроще, она предназначена для начинающих спортсменов. А на «Харт» выезжают уже более опытные. Для них трасса уже длиннее, а спуски и подъемы круче. Среднее время прохождения дистанции – полтора часа. Ну, у нас вот здесь вот поблизости было пять соревнований. Это Рязанская область, это Липецкая область, Тамбовская область. Пять или шесть. Кроме этого, на которых мы вот участвовали. Кроме этого, в соседних областях, которые чуть дальше, да, там, Саратовская, Нижегородская и так далее, естественно, соревнования тоже были. Если в мотокроссе это чаще всего скоростная, полностью известная гонщику закольцованная трасса, на которой отсутствуют препятствия, то в эндуро спортсмен выезжает на неизвестную трассу большой протяженности с естественным рельефом, на которой нужно как быстро ускоряться, так и аккуратно преодолевать препятствия на низкой скорости. Соответственно, для эндуро используются другие мотоциклы, кроссовые байки тут не подходят. Николай Теплов, Тволк, Городские порталы.